На Эльмаши разгуливают грызуны. Особо смелые даже пытаются проникнуть в дома. Любители полакомиться отходами облюбовали мусорную яму. Теперь у жителей домов две проблемы. Куда выносить отходы и как избавиться от новых соседей. Репортаж Надежды Марковой. Их стаи, их по 10, по 20 штук сразу вылетает со всех сторон. Выходить на улицу местные жители боятся. Там, говорят, их поджидают полчища крыс. Грызуны поселились по соседству на стихийной мусорке. И теперь пугают прохожих своим видом и количеством. Конечно, страшно. Идешь и боишься. Вдруг она на тебя нападет. Они же крысы-то такие, животные. Ну и там норы образовались за ящиками. Крысы залегли на дно выгребной ямы и уже ведут себя по-хозяйски. Людей не боятся и даже совершают вылазки в окрестные дома. Если их не обрабатывать, не уничтожать, это же их сотни будет. Они скоро в квартиры к нам полезут. Обработкой здесь не обойтись, говорят коммунальщики. Нужно устранять не следствие, а причину. А именно перестать сваливать бытовой мусор, где попало. Изначально эта яма предназначалась только для негабаритных отходов. Но сейчас сюда, к радости, грызунов бросают даже остатки пищи. Жители оправдываются. Больше это складировать негде. Если бы людям сделали условия для сбора мусора, они бы это не делали. Если бы была огороженная площадка, с которой бы вывозился мусор, не было бы этой ямы и не было бы столько крыс. Имеющиеся контейнерные площадки, говорят эльмашевцы, им мало. Ведь туда несут мусор жильцы нескольких домов. В управляющей компании крыси нам нашествия знают. И обещают снести поселение грызунов уже этим летом. Значит, будем изыскивать из других каких-то средств. Часть может с текущего ремонта придется снимать. Часть еще где-то. Но все равно сделать. Ну, надо. Мусорную яму, говорят в управляющей компании, вскоре засыпят. А на ее месте оборудуют еще одну контейнерную площадку. Надежда Маркова, Дмитрий Егоркин, Алексей Богданов. Новости 41 канала.